здравствуйте дорогие друзья итак перед нами как называется правильно шаббат гадоль великая суббота ну что много не рассуждать если бог назвал ее великой субботой кто мы такие чтобы возражать суббота сама по себе шаббат это великий праздник самый великий а тут еще шаббат гадоль то есть надо сегодня серьезно к этому отнестись наши мудрецы рассказывали огромное количество истории об этом не каждый из которых направдывает название великой субботом некоторые из них связаны со словом великий не самой суббота с тем что нас на иврите сочетание слов великая суббота есть проблема грамматическая слова суббота это женского рода а слово великий так сказать мужского означает получается как бы дословно великий суббота но речь скорее всего идет немножко другом такие несоответствия встречаются достаточно часто им или придают не придают значения в каждом случае но здесь это очень плодотворно вот абудраган такой был мудрец он утверждал что великая суббота была названа так потому что в этот день народ израиля получил первую заповедь заповедь о ягненке так и таким образом стал совершеннолетним есть еще более простое понятное для меня понимание что маргалит его рассказывал что когда евреи были рабами в египте маше выговорил у царя один день отдыха в неделю который покрылся на субботу и как только закончался суббота возвращались к аторжному труду и вот после окончания вот этой вот субботы перед песняком уже никто не вернулся в рабское состояние она была названа великой вы знаете есть очень много доказательств того что шаббат необычный день есть иудеизм запрещает заниматься например спиритизмом и вообще все что связано с потусторонним миром это запрещено но тем не менее те кто все-таки это делают и те кто как-то связаны со спиритизмом или знают как это кто делает то все знают что духи которых вызывают перед они в шаббат не не вызываются то есть духи не поднимаются с того места где находится в шаббат есть потрясающий рассказ у нас нахи о том как царь шауль через колдунью вызывал дух пророка шмойля то есть понятие это не просто данность вот оно все есть так и описывается и сказано что вот шауль вышел как бы душа уля сказал спросил зачем потревожил меня и вы знаете я не буду рассказывать историю шоулем потому что это несколько сложно давайте про субботу все-таки вернемся великая суббота ней лучше соблюдение субботы это выражение веры в творца выражение веры творца который сотворил мир за шесть дней отдыхал в седьмой и потому заповедовал нам отдыхать шаббат однако не менее важно чем соблюдение субботы является упражнение веры это написано помни день субботний чтобы осветить его это в 10 заповедях говорится 6 дней делай свою работу отдыхает 7 суббота всевышнему так объяснение что такое суббота суббота всевышнему это он знает для чего суббота это он хоть как-то мы попытаемся по на самом деле он единственный кто знает насколько великая вещь это суббота канал ступает суббота чем должен тебя сказать я сделал все что должен был сделать на этой неделе если какая-то работа осталась незаконченной на следующий сделаем для того чтобы ощутить покой да надо осознать что кроме твоих планов есть еще план всевышнего и ты должен с его волей соизмерять свою волю есть также планы других людей с которыми нам надо как-то соизмерять все это и люди желают друг друга как шаббат шалом субботнего мира соблюдение субботы помогает человеку что-то освободиться от стресса бог который создал человек он знал что надо делать он освобождать человека от гнева устанавливает мир с окружающими людьми это ощущение субботнего покоя и гармонии с окружающим миром проникает в душу человека распространяется идет на все дни недели как только заканчивается суббота мы начинаем делать это вдалу провожаем с удовольствием вспоминаем то есть понятие жизнь человека превращается в воспоминание добра или предвкушение добра вся жизнь человека так идет в этом секрет веры и жизни приход машеха и так и сформулировал маймонит я верю полной мере в приход машеха несмотря на то что он медлит и придет а чем здесь разговор потому что я верю в то что вот вот то что я соблюдаю субботу является высшей мерой перед машехом ну и вы знаете был такой великий чек рабе хаймес санза он говорил что есть две важнейшие заповеди только по секрету никому не рассказывайте они почему-то не попали в число 10 заповедей первое это выспаться перед шаббатом да и второе попить кофе перед молитвой вот почему надо включить эти заповеди сами подумайте любом случае мы с вами подступаем к великой субботе и такие вот великое ощущение этого великого дня должно проникнуть нас уже с утра участвовали уже уже предвкушение должно быть браха вацлаха шаббат шалом всего самого лучшая хорошая подготовки к песнях